Всем привет! Сегодня у нас будет история от подписчицы. Сейчас я ее зачитаю и дам свой ответ, комментарий. Иногда в письме я могу останавливаться во время прочтения, чтобы что-то важное не забыть. Если вы считаете, что такое видео полезное, вам нравится эта рубрика, ставьте, пожалуйста, лайк, подписывайтесь на канал. Давайте приступим. Добрый день, Галя! Вот и пришла моя очередь написать вам. Познакомились, поженились через полгода. Все было в спешке. Давай-давай. Я переехала к нему в другую страну. В некоторых ситуациях у мужа проскакивали вспышки гнева. Я не придавала этому значения, а очень зря. Я не могла подумать, какой ад за этим будет стоять. Будучи уже беременной, он начал показывать, кто в доме хозяин. Когда родила, тут и начался мой ад. После родов приехал домой ребенок, плакал. Я ему сказала обычную фразу. Я как мама знаю, почему ребенок плачет. Это же мое дитя, твой ребенок. И тут он пришел просто в ярость. Я отберу у тебя ребенка, а тебя депортирую. Какой шок я тогда испытывала, ничего не сказать. Тут начались манипуляции с его стороны. Не сделаешь что-то? Отберу ребенка. Не сделаешь это? Отберу. Сам он не принимал участие в помощи за ребенком. Мог кинуть одну дома без помощи, больную. То, что нужно было покупать продукты питания, тоже игнорировал. Это есть, кстати, абьюз, в том числе экономический. Таким образом, он меня воспитывал за непослушанием. Если ребенок плакал, я плохая мать. Постоянно его сестры и мать навещали в кавычках. То есть, они разведывали ситуацию, как я справляюсь. И указывали ему, какие в основном я делаю косяки, ошибки. Вместо того, чтобы похвалить, что одна без помощи других справляюсь. После визитов матери прекращались покупки. Они и так были редкими. Покупки в дом, потому что можно допользоваться и ободранными старыми вещами. Хотя сама мать его любит, чтобы все было у нее новое, отремонтированное. И когда появился следующий ребенок, я сделала контрацепцию на подине. Ну, я не знаю, что это за слово такое на подине. Ну, в общем, поняли, да? На что он сделал мне выговор. Я не имела права. Я не разрешал. Обозвал мусором. Ты должна тут рожать мне каждый год. Я так понимаю, больше детей, больше пособий будет. Для меня, мои дети, это кровинушка. А не пособия, я не животное каждый год рожать. Он хорошо зарабатывает, но деньги дает просто мизерные в рамках той страны, где мы живем. На детей сильно не раскошеливается, ибо нечего баловать. Мог поднять руку на кроху маленького. Когда я подбежала защищать ребенка, он ударил и меня. Так что не могла ходить, а на руках у меня было двое малышей. Мог кинуть больную с детьми и пойти гулять. Только пикни, я заберу у тебя детей. Обьюз во всем. Туда не ходи. С кем ты там дружишь? Что ты там делаешь? Что ты одела? У тебя ничего не болит? Не притворяйся. Это у меня что-то болит, там и тут посмотри, это он о себе. Я так много работаю, ты во всем этом виноват, из-за тебя я должен много работать. Однажды кинул мобильный мне в живот, когда я была беременна. Однажды ему померещилось, что я с кем-то переписывалась, разбил телефон. В дом ничего не покупает, все деньги, что зарабатывает, прячет. Однажды перевернул в порыве гнева еду по всей кухне. Ребенок испугался, плакал, что его это даже не остановило. На следующий день ему не понравилось, что я приготовила. Собрал с холодильника все продукты питания в мешки для мусора, в том числе продукты для детей, что я вот покупала. Решил таким образом проучить меня. Я была просто в шоке. Больше не нужно мне готовить. В общем, он заказывал с ресторана еду и себе, и детям. Через два дня ел, что приготовила уже я. Матери и семьи свои льет грязь на меня, рассказывает очень плохое. Они не верят, что он творит дома, когда я им жаловалась. Хотя я думаю, они в курсе о его тараканах. Просто покрывают его буйный характер. Я устала от этих психологических качелей. Это не качель, это насилие. Выйти на работу сейчас не могу, так как дети из-за проблем с задержкой речи не могут пойти в нормальный садик. Вы меня, конечно, извините. Я вообще не дефектолог ни разу. Но сдается мне у детей затяжка развития. Потому что он не дома воспитывается в такой обстановке. Это как к гадалке не ходил. Я и рада развестись и его не видеть. Только попробуй отобрать детей. Я убью тебя и твою семью, говорит он. Я знаю, терпеть это категорически нельзя. Но он стоит выше меня в этой чертовой стране. Страх, что суд станет на его сторону. И крохи будут возле этого тирана. Я не могу от него защитить детей. У меня стынет кровь от страха. Вот и ответ. У меня стынет кровь от страха. Когда я спросила девушку, собственно, что вы, скажем, от меня ждете. Ответ какого-то или что. Что вы ждете, какой-то помощи. Мне писала просто девушка, что вы думаете по этому поводу. Какие-то советы ей дать. Я думаю, что вы не написали ни страну. Я понимаю, что вам максимально хочется оказаться в какой-то анонимности. Но как мы можем вам помочь и дать какие-то конкретные советы, если мы не знаем нюансов. Если бы это была Турция, я так поняла, это не Турция, а третья сторона. Я предполагаю, что, скорее всего, где-то Европа, Германия, что-то в этом роде, или Великобритания, там тоже турки живут. Тут не было даже про то, что он турок, скорее всего. Потому что у меня канал такой тематический о Турции и турках, поэтому, я думаю, вы тут и оказались. Если вам надоело жить по указке других, испытывать при этом чувство вины, вы разучились мечтать и вообще не знаете, чем заняться, чего хотите от жизни, хотите поднять свою самооценку и научиться, наконец-то, расставлять личные границы без ущерба и вреда для окружающих, тогда вам точно нужно к нам на марафон, который стартует 3 февраля. Хватит соответствовать запросам родителей, мужа, близких, окружающих и жить по их советам. Пора иметь свое мнение и свои желания. А что такое эти истинные желания и как их найти? У нас будет 4 прямых эфира в закрытом аккаунте в Инстаграм каждый четверг в 20.00. Все эфиры всегда остаются в записи, вы можете посмотреть их гораздо позже, вернуться к ним или через какое-то время возобновить все эти знания, снова все это изучить. Также у нас будет чат в WhatsApp, собирается группа участников, которые друг друга поддерживают, обсуждается эта тема. Помимо этого будет 7 заданий психологических техник для того, чтобы понять, что такое истинные желания, как их начать слушать, как это отделять от просто шумового мусора, который у нас в жизни вокруг происходит. Начать слушать себя, прислушать, любить себя, поднять себе самооценку и как расставлять личные границы. Вся информация о марафоне у меня в инфобоксе есть с моей почты, пишите просто «хочу в марафон». Ну, я вам пришлю информацию о стоимости, условиях участия, датах, сроках. Спасибо за внимание, сейчас продолжаем просмотр. Эти истории уже рассматривались на канале, ничего нового не скажу. Я могу рассказать, почему вы в этом застряли, вы сами, в принципе, понимаете и знаете, да, что делать тоже все очень просто. Вы можете продолжать дальше это терпеть, насколько вашей прочности хватит. По результатам вы уже видите, у детей проблемы с психикой, задержка развития – это не просто так, дети не хотят. Говорить. А о чем, и с чем говорить, если их отец бьет, если они открывают рот, ну, то я вообще даже, я даже говорить об этом не могу, мне говорить об этом больно. Понимаете, вот вы, это ваш выбор, как ни крути. Дело не в том, что вы в спешке переезжали, вы все видели какое. Вы на многое закрывали глаза, вы сами это подтверждаете. Зачем вы рожали второго ребенка, когда уже была ситуация тяжелая? Но дети – это счастье. У вас, да, есть двое детей, но вы хотя бы должны понять, что вы должны жить для них. Вас не будет, вот вам страшно, что они к нему попадут. А так он вас прибьет. Либо он их отсудит, понимаете, и заберет. Либо он вас убьет, и вас вообще тогда на свете не будет. И у детей мамы точно не будет. Так почему бы тогда не попробовать и не расстаться? Вы, к сожалению, в западни типичный жертва абьюза, который боится. Этот страх внушает он вам. Я не знаю, что должно произойти, чтобы ваш страх… Ну, на самом деле, это угроза жизни прямая, да? Или вашим детям, что внутри вас, скажем так, это я не назову прям стержнем. Чего вы вообще прям перепугаетесь, конкретно почувствуете, что вас могут убить? Вот это вас перемкнет. По-хорошему, по-доброму вы тут не уйдете, это вам 100% говорю. Я вот у меня уже опыт на этом. Я, как говорится, собаку съела на этих историях. На самом деле, для всех стран рецепт один, где бы вы ни жили. Особенно, если вы живете в европейских каких-то странах. Здесь это все более гораздо развито, чем в той же России. Потому что здесь дебильный декриминированный закон о домашнем насилии. Это просто заверство мнения слов. Но все равно, если вы живете, например, в Тож Германии. Задача очень простая. Либо вы ищете помощь, а у кого-то у вас ее нет. Вы живете, вы с другой стороны переехали. Вы собираетесь на него максимум компромата. Это видео, аудио записываете. Как он орет, что он делает. Доказательства, счета какие-то и тому подобное. Ваше ущемление. Доказательства абьюза. И обращаетесь в центр помощи жертвам домашнего насилия. Женщинам с детьми особенно. То, что вы боитесь, он вас заберет детей, отцу бьет. Это личный ваш страх, который у вас он поселил. Вы жертва абьюза. И двое ваших детей с задержкой речи. И это результат папиного воспитания и воздействия в семье. И детей ему уже не дадут. Ему выгодно, чтобы вы боялись. Поэтому и вы в это верите. Так что собирайте компроматик и просто уходите оттуда. Я вам результат сразу скажу. У вас будут заторможенные, затюканные, уже травмированные дети. Дальше будет только хуже. Если у них уже сейчас задержка развития речи. А у них будет просто задержка развития. Это вам не самая классная перспектива. Раз вы детей любите, вы что с ними делать? Если вы себя не любите, вы себя не любите. Вы себе позволяете обижать, бить. Ну пожалуйста, дайте детям своим шанс. Шанс не видеть насилия, захотеть разговаривать, обучаться и догнать своих сверстников. Дайте им шанс на будущее. Пока вы с отцом этим остаетесь и создаете тоже вот эту обстановку нездоровых, в которой растут дети, им от этого нехорошо. Немножко скажу, почему вы в этой ситуации оказались. Потому что вы жертва. Я не знаю, какие у вас причины. Вы были готовы, я жертва к обьюзу. Что с вашим супругом? Это садист, скорее всего. У него нет эмпатии. Я вообще удивляюсь, честно говоря. Как он еще вас там где-то, простите, не прибил. И как он может тормознуться вот в этом моменте, да. В насилии каком-то. Это очень страшный человек. И под мои истории, раз вы их смотрите, вы прекрасно понимаете, что почему вы так быстро в спешке переезжали, замуж выходили. Проблема в том, что вы сразу не убежали, когда это почувствовали. Да, это то, что я была беременная. Но я думаю, что, знаете, проблема в том, что у вас нет поддержки от семьи, на самом деле, на вашей родине, от ваших семей и ваших родителей. Вам некуда возвращаться. Нет доброго слова, которое будет слило надежду. Давай возвращайся, мы тебе поможем, например. Почему вы готовая жертва? Вы видели где-то насилие в своей семье, в своей жизни. Или ему подвергались, скорее всего. Поэтому многие моменты вы у мужа своего не захотели. Для вас они были нормальными. Милая, добрая девушка, вы молодец, что вы еще живы. Вы живаете в этом. И у вас есть дети, вы о них заботитесь. Пусть я буду тем, скажем так, человеком, который будет замена вашим родственникам и родителям, которые не участвуют в вашей жизни. Послушайте просто меня. Мой опыт. Я не говорю, что я супер-пупер какой-то крутой психолог или еще что-то. Но у меня опыта вот в этом очень много уже именно в моей практике наработалось. Поймите, что кроме вас, только вас, ваши дети никому не нужны на этом свете. Вашему супругу в том числе он их бьет. Он не задумывается, что дети видят насилие над матерью. И он не задумывается, что его поведение влияет на их развитие. На задержку уже речи. А это задержка, прямое развитие ребенка, в том числе общая. Речь-то только как проявление. Идет один из пунктов. Если смотреть, там гораздо больше всего. Вы знаете, это прекрасно. Вы по своим детям видите. Поймите, то если он вас когда-то прибьет, у них вообще никакой надежды, никакой матери не останется. У них может быть мачеха. Они могут быть условно там с отцом, но он им заниматься никогда не будет. И только наличие вас, матери, у этих детей, у них есть шанс на нормальную, здоровую жизнь. Еще и получить любовь. Вы единственный источник любви для ваших детей. Кроме вас их любить никто не будет. Если бы он их любил, он бы так не поступал. Если бы любили их бабушка с дедушкой, ну там родственники, тети, дяди по папиной линии, они бы не позволили этого в семье. Если бы их любили ваши папа с мамой, ваши родители, ваша сторона, вы бы там уже не оставались. Они бы вас оттуда вытащили. И если вы так заботитесь о своих детях, вы единственный лучик спасения. Вы о себе не думаете. Я на вас вообще воздействовать никак не буду ничего вам говорить, потому что вы уже довели себя до вот этого состояния. Готовы на все, лишь бы, не знаю, прикинуться ковриком, мышкой, еще кем-то, лишь бы на меня агрессия не пошла. Если вам очень тяжело, и вы живете где-то в Европе, пожалуйста, обратитесь в кризисный центр помощи женщин, страдавшим от домашнего насилия. Там вам дадут бесплатно психолога и расскажут, как закончить эти отношения, вам подскажут. Они могут стать вашей опорой в этой ситуации. Это все, что я могу сейчас сказать. Что дальше делать? Как психолог, говорю, только бежать, пожалуйста. У вас еще даже не то, что нет, скажем так, смысла рассматривать план побега, потому что, к сожалению, у вас еще нет этого желания. У вас еще очень сильный страх. Но он не настолько сильный, чтобы испугаться, а прям капитально за себя и своих детей, за жизнь. Что-то очень скоро произойдет, но вы уже к этому подходите. Можно до этого не доводить. Обратитесь в какой-нибудь кризисный центр. Они даже в какой-то глубинке, поверьте, есть. Обратитесь за помощью к людям вокруг. Хватит бояться. И пока вы боитесь и вы живете страхом, к сожалению, вы ведете детей к тому, чтобы быть сиротами и быть заторможенными и травмированными. Раз вы любите детей, вы что для них это хотите? Попросите помощи хотя бы у соседей, пожалуйста. Дальше это нельзя дальше продолжать. Поймите, что каждый день пребывания в этой семье с этим человеком, это каждый день травма и все хуже и хуже для ваших детей, травмирования их. Пожалуйста, прислушайтесь ко мне. Я думаю, что женщины в комментариях вам дадут очень хорошие советы, поддержат вас. Спасибо всем за внимание. Я напомню, что в инфобоксе я оставляю свою почту. У нас 3 февраля марафон. Если вы хотите поучаствовать, пишите на почту «Хочу в марафон». Если вам нужна моя помощь как психолога, пишите в комментарии письма, консультация в теме письма. Если вы хотите прислать свою историю как аноним для разбора видео, ответьте, пишите просто «История от анонима» и присылайте сразу историю. Спасибо всем за внимание. Скоро увидимся. Всем пока.